Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. В результате ДТП совершенным пьяным водителем в селе Актау серьезно пострадали две женщины. Подробности этой непростой истории в репортаже Марка Брешко. Коннекшн-уголки открылись в цонах Карагандинской области. Что это за новый вид услуги вы узнаете из сюжета Сергея Русакосова. Женщина потеряла ребенка в результате кровавого ДТП неподалеку от Симиртау. Несколько дней назад в поселке Актау бывший сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на полной скорости переехал двух девушек. Одна из них потеряла способность самостоятельно передвигаться. Вторая находится в тяжелом состоянии в реанимации. В обстоятельствах этого страшного ДТП разбирался Марк Брешко. Бакыт у озера надолго запомнит поход в больницу. Ее родственнице Бакытгуль-Куландык нужно было пройти обследование в местной клинике. Женщина была на пятом месяце беременности. Тем утром в поселке почему-то плохо ходили автобусы. Погода стояла теплая, потому женщины решили не дожидаться общественного транспорта, а пройтись пешком. Несчастье грянуло, словно гром среди ясного неба. На огромной скорости на женщин начался автомобиль. Одной удалось увернуться, а вот беременную жительницу Актау машина протащила под собой несколько метров. После того, как он нас переехал, не стал даже прощения просить. Вышел из машины, смотрит на нас, улыбается и молча курить продолжает. Даже не посмотрел, что мы рядом с машиной лежим все в крови. Если бы не таксисты, мы на улице остались бы лежать и умерли бы. Да, праведливости вообще нет. Но и Бакыт не смогла остаться целой и невредимой. Девушка получила перелом ноги, теперь не может самостоятельно передвигаться. Бакыт Гульджи в результате тупой травмы живота потеряла ребенка. И сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации центральной больницы Тимиртау. У потерпевшей сломаны почти все ребра. Разорвана селезенка и правая доля печени. Ее родственники не могут сдержать слез. У пострадавшей уже есть трое маленьких детей, которые могут потерять мать. Теперь место происшествия обозначили несколькими кирпичами, чтобы все знали о случившемся. Заместитель прокурора Нуржан Суралиев приехал в поселок, чтобы успокоить родственников пострадавших. Мужчина рассказывает, что меры в отношении преступника уже применили. Сейчас данный факт зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях у ВД города Тимиртау. По нему проводится доследственная проверка. И на сегодняшний день уже все предпосылки для возбуждения уголовного дела по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан имеются. Виновником ДТП оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Вячеслав Амельченко в органах проработал более 20 лет. Буквально в начале лета мужчина вышел на пенсию. Пострадавшие боятся, что виновник ДТП, бывший полицейский, останется безнаказанным. Однако представители органов внутренних дел говорят, что уголовное дело в отношении горе водителя уже возбуждено. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. Человек освидетельствован. В таких случаях сразу освидетельствует на наличие алкоголя в крови. По факту управления транспортом подложенными номерами составлено административный протокол по 461 статье, части 3, прим 3. Когда наша съемочная группа приехала в наркологический диспансер города Тимиртау, результаты анализов, взятых при освидетельствовании преступника, были уже готовы. По рассказам врачей, когда Вячеслав Амельченко был доставлен к ним, от него за версту пахло алкоголем, а в его действиях прослеживалась некая заторможенность. Так как был совершен наезд, то у него были взяты биосреды, то есть кровь моча на содержание этилового спирта в организме. И вот пришли результаты биосред, то есть по результатам крови мочи у него заключение выставлено на алкогольное опьянение легкой степени. Становится действительно страшно от того, что подобное происходит в наш с вами век, век всеобщего развития. Если ситуация и в дальнейшем не изменится своего места, родственники пострадавшей будут обращаться в вышестоящие органы. После этого действительно задумаешься, так есть ли на свете справедливость? Марк Бышко, Тульген Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Камеры наружного видеонаблюдения помогли полицейским задержать грабителей. Одно из ограблений произошло в середине июля по улице Ержаново. 25-летний безработный завладел дорогостоящими сотовыми телефонами прохожих. Благодаря камерам полицейский по горячим следам задержали преступника. Еще одного воришку задержали майкудуки. Устройство уличного видеонаблюдения запечатлели, как у магазина «Умай», что на Востоке-2. Мужчина пытался вытащить вещи из чужого автомобиля. Стражи порядка задержали 32-летнего ранее судимого карагандинца. По последним думфактам также возбуждены уголовные дела на стадии предварительного расследования. Бригадир одного из предприятий во время застолья со своими сослуживцами избил их палкой. Один из мужчин скончался, не приходя в сознание у больницы. Инцидент произошел в поселке Карабаса Байского района. Подоспевшая скорая помощь успела спасти только одного из мужчин. Другой скончался в медучреждении. В этот же день сотрудники криминальной полиции задержали 34-летнего бригадира, который сознался в содеянном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 103 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Ведется следствие. Более 4 килограммов марихуаны изъяли у 40-летней жительницы Сатпаева. Внимание полицейских привлекла большая сумка и поведение женщины. Стражам порядка она пояснила, что сумку якобы нашла в гаражном массиве и не знала, что в ней находится. В областном ДВД других подробностей не рассказали. Ответы у правоохранительных органов один. Ведется следствие. Внимание полицейских привлекла большая сумка и поведение женщины. При досмотре оказалось, что в сумке у женщины наркотическое средство марихуана свыше 4 килограмм. Проводится расследование. Чиновники намерены взыскать застройщиков около миллиарда тенге, затраченных на ликвидацию обрушения Бесабы. Представители администрации города обратились с первым заявлением в суд еще полтора месяца назад. Сумма общего ущерба государству и жителям жилого комплекса составила более 960 миллионов тенге. Мирамкуль Салкимбаева подробнее. Напомним, первое заявление Акимат Караганды подал в июле. Тогда же в качестве ответчиков выступали 20 лиц. Среди них были экс-чиновники, архитекторы и проектировщики. Чуть позже служители Фемиды жалобу отклонили, так как отдел ЖКХ являлся ненадлежащим истцом. Однако Акимат отступать не собирается. Завтра в суд поступит второй иск. Уже от аппарата Акима города Караганды. Исковое заявление ГУА отдел ЖКХ города Караганды о возмещении материального ущерба в сумме 960 миллионов тенге в связи с невыполнением указаний суда возвращено заявителем со всеми приложенными документами. Между тем, на ликвидацию последствий обрушения жилого комплекса Бесаба Акимат потратил почти 90 миллионов тенге. Сумма общего ущерба, причиненного государству и жителям новостройки, составил более 960 миллионов тенге. Именно столько чиновники хотят взыскать со всех, кто причастен к строительству печально известного микрорайона. Наши исковые требования были обусловлены тем, что все жители уступили свое право требования по замещению мещерба застройщика Акимату города Караганды, заключая договор о вступке права требования. При этом Акимат, решая жилищный вопрос жителей, предоставил квартиры. И сейчас часть квартир мы предоставили, а в настоящее время для остальных жителей мы производим строительство нового жилого комплекса на том же месте. Тем временем генеральный застройщик Бесабы Андрей Молянов все еще находится в розыске. Напомним, директор фирмы, которая начала строить жилой комплекс, скрылся в мае 2011 года. В свою очередь городские власти рассказывают, уже в конце текущего года на месте обрушившейся Бесабы появится новый микрорайон Шапогат. Квартиры будут выдавать только бесабинцам, нуждающимся в жилье, отмечает начальник отдела ЖГХ Айдос Жакенов. В конце этого года, в первом квартале следующего года, аналогичные квартиры будут уже введены в эксплуатацию. То есть жители домов 5-го, 6-го, 7-го дома будут получать квартиры в новом микрорайоне Шапогат, который в настоящее время сейчас строится, идет строительство. Миром Гульсал Кимбаева, Сергей Высокосов, Марат Культенов, 1-й Карагандинский. В Караганде будут внедрять новый метод лечения для детей и подростков с ортопедической патологией. Ноу-хау не будет иметь аналогов мировой современной ортопедии. Проект накануне представили на научно-техническом совете под председательством Акима области Бауржана Абдишева. Тяговый метод лечения ортопедических заболеваний создан местными ортопедами. Инновация в сфере медицины способна вылечить самые тяжелые патологии, уверяют разработчики из клиники профессора Алимхановой. Карагандинские медики готовы даже принимать пациентов из СНГ и дальнего зарубежья. Преимущество данного проекта – это высоте эффективность лечения, сокращение сроков лечения, обеспечение полного выздоровления, полностью исключаются оперативные методы лечения, все традиционные методы лечения, длительная дорогостоящая стационарная лечения, исключаются полностью гипсовые повязки, осложнение лицебридной информации не наблюдается и реализация детей полностью исключается. Инноваторы просят поддержки у местных властей, чтобы проект реализовать необходимые помещения для клиники и финансовые средства. Члены научно-технического совета идею поддержали и готовы оказать содействие. Очень актуальный проект, но здесь он такой, не много затратный такой. Аксуальный. Затем были рассмотрены другие и новые проекты. Вот, к примеру, Арселор Миталтимир Тау собирается вырабатывать электроэнергию с использованием метана от дегазации и вентиляции шахт. А компания Мэйтех разработала схему промышленного производства теплообменного модуля и парового котла, который позволит эффективно использовать энергию. В завершении был рассмотрен проект компании «Экостройсервис» по созданию установки по измерению теплопроводности и стройматериалов для строительства так называемых пассивных домов. По итогам заседания Болжан Абдишев дал поручение отраслевым управлениям по содействию в реализации рассмотренных инновационных идей. Ирина Камышова, Жуслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Новая услуга РГП ЦОН по Карагандинской области пришлась по душе многим жителям нашего региона. В отделах областного ЦОНа стали открываться секторы самообслуживания. Для чего они нужны, расскажет Сергей Высокосов. 668, пройдите, пожалуйста, к окну под номером 19. К электронным очередям и мягкому вежливому голосу в ЦОНах привыкли уже давно. Привыкли и к тому, что ЦОН экономит время, дает возможность без волокиты оформить документы и получить необходимые справки. В последнее время для потенциальных клиентов ЦОНа активно предоставляется возможность использовать электронный портал ЕГОВ или электронное правительство. Подобное общение через интернет в разы сокращает время работы с документами. Но ЦОНы не стоят на месте, а постоянно ищут новшества для улучшения качества обслуживания своих клиентов. В отделах РГП ЦОН по Карганинской области открылись коннекшн-уголки. Очень удобное новшество для тех, у кого нет компьютера или интернета. Коннекшн, или сектор самообслуживания, позволяет клиентам самостоятельно работать с компьютерной базой ЕГОВ. Из 30 отделов РГП ЦОН по Карганинской области уже в семье открылись подобные секторы. Кто-то спросит, а почему бы не пользоваться услугами интернет-кафе? Можно, но за оплату. Здесь же вас проконсультируют и помогут найти интересующий вас документ совершенно бесплатно. Здравствуйте, я хотела бы получить лицензию на аудиторскую деятельность. Сказали, это можно сделать в Центре обслуживания населения. Могли бы дать информацию? Да, конечно. Данную услугу вы можете получить в портале электронного правительства Республики Казахстан. Заходите в дополнительную информацию, кликните «Электронное лицензирование». Это www.esilience.tv Вы получаете полную информацию о работе с порталом электронного правительства. Можете самостоятельно оплатить коммунальные услуги или штрафы, если они у вас появились. Получить лицензию, электронную подпись, удостоверение личности, электронный адрес, настрой, ключа, банковский счет. Да мало ли что вам необходимо сделать в достаточно сжатые сроки. Я только получила удостоверение личности. Хотелось бы сказать, что это очень удобная процедура, так как на удостоверение личности мне сразу записали электронную цифровую подпись, где в Центре обслуживания населения есть сектор самообслуживания. И я сразу могу получить сейчас различные электронные справки. Сектор самообслуживания – очень удобная форма работы с клиентами. Главное, вы хозяин положения. Вам не надо постоянно объяснять о необходимости того или иного документа каждому сотруднику ЦОНа. Вы можете проверить все сами. Услугополучатели могут самостоятельно получить электронные государственные услуги, получить также, подать заявление на получение регистрационного свидетельства Национального государственного центра Республики Казахстан, то есть это электронно-цифровая подпись, ключа для получения электронных услуг. ЦОН стал неотъемлемой частью нашей жизни. Надо только научиться правильно использовать все его возможности. Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. В Карагане сотрудники дорожной полиции снова провели рейд. На этот раз был задержан водитель, который, по словам дорожных стражей порядка, управлял мотоциклом без документов и защитного шлема. Раз в месяц сотрудники дорожной полиции проводят специальные рейды для выявления правонарушителей. На этот раз был задержан водитель мотоцикла, который утверждает, что мощный двигатель и скорость более 100 км в час – всего лишь составляющая обыкновенного мопеда. У блестителей порядка на дорогах в своем мнении на этот счет. Как сейчас мы видим, по данному мотоциклу, здесь объем двигателя 150 кубических сантиметров и скорость свыше 160 км. Но, однако, наши граждане продолжают покупать данные транспортные средства, думая, что это мопеды или мопеды-скутера-мокики. Сам водитель Яра утверждает, что его железный конь – мопед. Именно по этой причине он ехал без прав и защитного шлема. Однако, после предъявления доказательств сотрудниками дорожной полиции, молодой человек начал утверждать, якобы и вовсе не знал, что покупает мотоцикл. Сотрудники ГАИ еще раз призывают быть более внимательными на дорогах, соблюдать правила безопасности, иметь при себе документы и знать, как выглядят мопеды и мотоциклы. Те, кто и дальше не будет видеть разницы между двумя абсолютно разными транспортными средствами, будут привлечены к административной ответственности. Амина Смаков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит новости спорта. Я передаю слово спортивному обозревателю Берику Копарову. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Историческая победа шахтера на Адбате через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Караганинский шахтер продолжает приятно удивлять всех казахстанских любителей футбола и отлично рекламировать себя на европейской арене. Горняки и во втором матче переиграли грозный БТ с тем же счетом 1-0. В ожидании главного сражения сезона забитый под завязку стадион кипел от напряжения с самого начала. Виктор Кумуков снова выставил эшелонированную оборону в лице пяти номинальных защитников. Но это не заставило хозяев снова наглухо запираться на своей половине. Шахтер куда более охотно шел вперед. Порой, подолгу разыгрывая мяч в атаке, караганинцы уходили в кураж и не всегда успевали возвращаться. Но, к счастью, белорусы этим не смогли воспользоваться. Пожалуй, главным героем не только этого матча, но и всего противостояния с БТ стал голкипер караганинцев Александр Мокин. Во втором тайме весьма спорной ситуации главный судья указал на точку у ворот шахтера. 35-й номер чемпионов Казахстана полностью перевернул ход игры. Великолепный сейф Мокина надломил гостей и вдохновил хозяев. После этого игроки шахтера, в частности защитники, съедали абсолютно все атаки соперника. В одной из таких атак ему удалось поймать БТ на контратаке и вывести двоих игроков шахтера на рандеву с голкипером гостей. А после ошибки последнего Игорь Зинькович вывел караганинцев в третий раунд Лиги чемпионов. Чемпион Казахстана, карагандинский шахтер, сенсационная байра в сильнейшем Беларуси. Борисовский БТ впервые в своей истории вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Переполненные эмоциями игроки шахтера еще долго не уходили с поля и благодарили болельщиков. Одного из главных героев матча Александра Мокина сразу окружили журналисты. Настроился, хотел доказать, что действительно его не было и чем-то помог команде. А так все ребята молодцы, умницы просто. Я благодарен всем. Еще один из тех, кто принес эту победу караганде, нападающий Игорь Зинькович, для которого гол в ворота БТ является принципиальным, поделился эмоциями. Я футболист, за какую я команду играю, хотелось забить. Я в каждой игре хочу забить. Поэтому очень приятно, что команда вышла дальше. Поэтому не важно, какая это команда, БТ или еще кто-то. На пресс-конференции первым традиционно говорил Виктор Кумыков. Мы обыграли очень хорошего соперника, очень сложного соперника. Игра была очень тяжелой. И дисциплина, и исполнение установки помогло нам выиграть. Я очень внимательно читал. Сейчас можно уже интервью футболистов БТ перед первой игрой. Ну, они, конечно, не говорили, что у нас команда однообразная, предсказуемая, но легкая недооценка присутствовала. И в этой игре они подумали, что как бы это вот там случайно проиграли, а эту игру мы все равно выиграем. И поэтому опять, мне кажется, немножко они недооценили нас. Наставник белорусской дружины был немногословен и признал, что в этом противостоянии сильнее был шахтер. Команда за 180 минут не может забить гол, то команда не имеет права проходить дальше. Мы не были достойны следующего раунда. Берик Капаров, Жасулана Мандыков, Асхат Абидулов, Первый Караганинский. Телевизор серебряному призеру универсиады. Сегодня глава региона Баужан Абишев лично поздравил самбиста Бенбета Канжанова со вторым местом, которое он завоевал на универсиаде в Казани. Напомним, финал летней универсиады по самбо в столице Татарстана состоялся 14 июля. Несмотря на высокую конкуренцию, Бенбет Канжанов завоевал серебряную медаль весовой категории 54 килограмма. Аким области Баужан Абдишев выразил благодарность за достойное представление Казахстана и Карагандинского региона на международной спортивной арене. В качестве подарка самбисту вручили телевизор. У меня много планов на будущее. В данный момент я готовлюсь к чемпионату мира по самбо, который пройдет в Санкт-Петербурге. Надеюсь оправдать надежды тренеров и добыть золото соревнований. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман Саугамстер. Редактор субтитров А.Семкин